Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Студия Мария Кожевникова. Здравствуйте. Бюджет Кировской области сохраняет тенденцию роста собственных доходов. За 7 месяцев этого года объем налоговых и неналоговых доходов составил 36 миллиардов 500 миллионов рублей. Это 61% от годового прогноза. Прирост к уровню прошлого года – 13%. Налоговые поступления в объеме собственных доходов составляют 94%. Это 34,5 миллиарда рублей. Это в основном налог на прибыли организации, НДФЛ и акцизы. Объем неналоговых доходов – 2 миллиарда. В их структуре основную часть составили поступления платежей за использование лесов и доходы от денежных взысканий. На инвесткарту Кировской области нанесли данные о 368 площадках. Еще 43 площадки включены в прогнозный план приватизации госимущества, рассказали в Агентстве инвестиционного развития. Среди объектов – свободные земельные участки и здания во всех районах области, которые могли бы использоваться для организации бизнеса. Реестр постоянно актуализирует. Все поступающие новые данные заносят на карту. Посмотреть ее можно на сайте kirov.defisinvestkarta.ru. Кроме того, на ней можно оценить рынки сбыта, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры от дорожного покрытия до сотовой связи, а также узнать о преференциях. Кроме того, инвестплощадки Кировской области нанесли на инвестиционную карту России. Она доступна не только для российских, но и для зарубежных предпринимателей и инвесторов. В эфире «Экономика». Семь черных кредиторов и две финансовые пирамиды выявили в Кировской области за полгода. Нелегальные субъекты не имеют лицензии, не состоят в реестрах Банка России и ведут свою деятельность вне правового поля. Так выявленные в регионе черные кредиторы предоставляли займы под видом ломбардов, выдавая их клиентам под залог ювелирных изделий. Также предлагали деньги в долг без справок и поручительств. Субъекты с признаками финансовой пирамиды предлагали вкладывать средства в якобы инвестпроекты, гарантируя доходность вложений значительно выше рыночной. Кировчанам рекомендуют до заключения договора с финансовой организацией проверять, легально ли она предоставляет финансовые услуги. Сделать это можно самостоятельно на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию». Также, чтобы предупредить граждан о нелегалах, Банк России регулярно обновляет список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Список есть на сайте Банка. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове. Новости экономики в Кирове.